Юные ракетомоделисты из Славянска-на-Кубани вошли в число победителей российских и международных соревнований по техническим видам спорта. Начинающие технические гении рассказали нашим корреспондентам о том, как шла работа над созданием ракет и ракетопланов, и как им удалось обойти сотни соперников. Ракетомоделирование – один из редких видов спорта, который сочетает в себе искусство и хобби, ручной труд и современные технологии, детальное изучение всех моделей ракет. Все тонкости ракетомоделирования юные славянцы познают в Центре технического творчества. Нередко детское увлечение определяет весь дальнейший жизненный путь ракетомоделиста, влияет на выбор профессии. Авиамодельный кружок – один из видов технического творчества детей, проравняется к спортивно-техническому моделированию. То есть ребята изготавливают модели, а потом с ними участвуют в соревнованиях. Не каждый может играть на скрипке. Только у кого слух, талант, так же и в нашем деле – талант. Анатолий Иванович, как никто другой, знает, как стать профессионалом в этом виде спорта. Более 50 лет он посвятил занятиям с детьми авиа и ракетомоделированию. Именно он подготовил славянцев к первенству России и международному чемпионату по авиамодельному спорту, откуда наши спортсмены вернулись с наградами. У меня в руках ракетоплан, класс называется С4А. Ещё у меня проходит двигатель, который называется Альфа-Джет. Функция его служит для того, чтобы поднять модель в небо, а потом она начинает планировать. Чем дольше она планирует, тем больше результат. Евгений вернулся с соревнований с двумя призовыми местами. Первое – в классе моделей С9А и третье – С3А. Это квалификации ракет, которые оцениваются по продолжительности полёта. Всего же существует 12 разновидностей моделей. Андрей Мельников получил почётное первое место в классе моделей С6А. Это такой стример, он взлетает в небо и раскрывается. Он служит для медленного опускания ракеты. Для участия в соревнованиях юному ракетомоделисту нужно было самому сделать модель ракеты. Это очень кропотливая работа и занимает долгое время. Работа начинается с изучения чертежей. Затем спортсмен своими руками изготавливает каждую деталь модели, вкладывая в неё душу. Стойкость и упорство – вот главные качества ракетомоделиста. Мне нравится мастерить, разные модели делать, сделать парашюты. Потому что когда дома, если бы я дома сидел, я бы ничего такого не научился бы делать. А вот сейчас я всё умею почти. Мне очень тут нравится. Здесь у меня появились много новых друзей. И всё у меня хорошо тут. Участие в соревнованиях позволило продемонстрировать своё мастерство и обменяться опытом с другими ракетомоделистами. А самое главное то, что участие в таких соревнованиях – владение своей моделью в воздухе, применение всех знаний, умений и навыков – делает юного техника настоящим спортсменом. По итогам международных соревнований команда ракетомоделистов Славинского района заняла третье общекомандное место. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».